Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Женя Котов. Рад приветствовать вас в новом канале. Продолжаем готовиться к отборам, в консалтинг, в тройку, в четверку и так далее, в другие крутые компании и решать кейсы. Сегодня у нас по классике уже кейс от компании McKinsey про роскошные отели. Давайте приступим к его решению. Также рекомендую вам подготовить листочек, ручку и решать кейсы вместе со мной. Так он будет гораздо эффективнее при подготовке, вместо того, чтобы просто смотреть видео. Начнем с задания кейса. Наш клиент – это европейская сеть отелей класса люкс. Большая часть недвижимости расположена в столицах Европы. Отели компании сгруппированы в три регионах – северный, центральный и южный. Они известны тем, что предлагают своим гостям дорогие и роскошные впечатления. Клиент вычисляет заполняемость, измеряя среднее количество гостей, которые останавливаются в апартаментах и деля на общее количество доступных комнат. За последние два года заполняемость апартаментов снижается. Клиент провел исследование рынка, других роскошных отелей и, похоже, у конкурентов наблюдается постоянная или растущая заполняемость за тот же период. То есть у нас проблема с заполняемостью. Клиент нанял вашу команду, чтобы понять, почему их заполняемость падает и что они могут с этим поделать. На какие факторы вы бы обратили внимательно? Что же, ребята, предлагаю вам оставить, поставить на паузу, подумать над уточняющими вопросами, которые вы бы задали интервьюеру, затем проложить видео. Я бы задал здесь буквально два простых вопроса. Первое – это какую цель все-таки преследует клиент. Клиент интересует исключительно проблема с заполняемостью. Не нужно рассматривать доходы и расходы компании. Окей? И второй вопрос – как устроен отельный бизнес клиента? У клиента есть недвижимость, которую он сдает в аренду туристам. То есть обычные апартаменты в роскошном сегменте. Что же, переходим к субтруированию. На самом деле, те, кто внимательно прочитает задание, уже поняли, здесь какую можно структуру использовать. Те, кто не поняли, пересмотрите еще раз задание и сделайте свою структуру, затем проложите видео. Я разобью здесь на два основных аспекта. То есть нам сейчас все заполняемость. Нам уже сказал сам клиенту, что это среднее количество гостей, деленное на КПСТ. То есть мощность этого отеля. Что касается среднего количества гостей, как это можно показать и увеличивать, мне кажется, двумя путями. Первое – это увеличение количества туристов, либо увеличение процента пенетрации наших отелей. То есть проекновение наших отелей на тех туристов, которые посещают этот город, эти части Европы. Что касается туристов, здесь меня интересуют такие факторы. Это что касается изменений их предпочтений. Новые маршруты, возможно, не появляются. Они, возможно, ездят в те страны Европы, в которых мы сейчас расположены. Снижение доходов, количество богатых снижается. То есть также у нас роскошные отели, к которым приезжают богатые люди. Возможно, их количество сильно снижается. Изменение отношения к роскошным отелям. Возможно, люди теперь стали больше минималистами и меньше используют самые роскошные, крутые отели. Или внешний фактор, например, какая-то эпидемия, терроризм произошел, и теперь люди перестали ездить отдыхать в Европу. Что касается пенетрации наших отелей, это что касается конкретно наших апартаментов. Это возможно, что-то изменилось в наших отелях персонал, интерьер, номера за последний год или время, которое нас интересует. Второе, это появление более выгодных предложений от конкурентов. Например, Airbnb предлагает, возможно, крутые апартаменты за меньшую стоимость, либо, допустим, более лучшие условия. И изменения в маркетинге. Возможно, как раз-таки наша маркетинг-компания изменилась, как-то ухудшилась по сравнению с остальными конкурентами, почему они растут, а мы как раз-таки падаем. Что касается capacity, здесь этот фактор можно увеличить двумя способами. Либо увеличить количество мест, либо их снизить. Что касается роста количества мест, здесь это, как говорят, открытие новых отелей. То есть, если спрос не растет, поэтому падает заполняемость. То есть, мы, допустим, открываем новые отели, у нас не увеличивается на них спрос, какой будет такой средств, поэтому у нас падает заполняемость, соответственно. Если у нас снижаем количество мест, то есть, мы закрываем отели, либо отсутствует ресурсность поддержания, у нас также меняется заполняемость. То есть, у нас также, получается, заполняемость может расти или падать. Вот такая структура, я бы так подошел бы здесь к решению и рассмотрел бы с точки зрения таких факторов. Поэтому, приходим к первому вопросу, это математические расчеты. Здесь у нас есть такая табличка из заданий. Определите, сколько прибыли теряют отели ежедневно в сравнении с показателями двухлетней давности. То есть, у нас есть три региона, есть среднее количество занятых апартаментов два года назад, выручка занятых апартаментов, переменные расходы на одни апартаменты и среднее количество занятых апартаментов сегодня. Предлагаю вам поставить на паузу, подумать над вариантами решения, как бы вы подошли к подсчету этой задачи, а затем продолжить видео. Я начну с того, что посчитаю конкретно прибыль с одного апартамента в трех разных регионах. Я здесь вывел, сделал такую, объединил, можно сказать, две колонки в табличке. После этого следующим шагом я сделаю так, что из количества занятых апартаментов два года назад вычту количество занятых апартаментов сегодня. И получу такие цифры. 80, 240 и 20. Дальше я просто перемноживаю эти цифры и получу такие значения. То есть, 12 тысяч, 46, 800, 5000. Как, допустим, перемножить такую цифру, например, 240 на 195, это достаточно просто. Можно 240 умножить на 200 сначала, это получается 100 умножить на 2, и затем вычесть из этой цифры 5 умножить на 240. Получится умножить на 195, вот можно быстро посчитать. И получается у нас цифра 63, 1800 евро. А кое можно сделать, я думаю, что первое, большую часть средств компания теряет в центральном регионе. Вы видите, что в центральном регионе у нас количество занятых апартаментов упало существенно. С 1200 отелей до 990. Существенные показатели. Второе. Если мы узнаем, в чем отличие работы южного и центрального регионов, то сможем изменить ситуацию. Необходимо рассмотреть более детально южный регион, что там произошло или, возможно, не происходило, что происходило в центральном. И затем выяснить, как раз таки, причины падения спроса на наши апартаменты. Что ж, переходим к следующему вопросу. Это математические расчеты. Опять вопрос, насколько должна увеличиться заполняемость в южном регионе, чтобы компенсировать потери в северном и центральном. То есть такой вопрос. Необходимо ставить формулу. Поэтому рекомендую поставить ее на паузу, взять листочек, ручку, составить формулу и затем сравнить ее с моей. Я вот уже подсказал вам то, что возьмем заполняемость за x. Теперь мы знаем, что текущая прибыль с одних апартаментов в южном регионе 250 евро. И нам необходимо заработать с них 58 800. То есть то, сколько нужно компенсировать, как раз таки, исходя из тех, что мы тратим. Что ж, теперь мы составим формулу. 250 x равно 58 800. И получается, 58 800 делим на 250. Получается примерно 235. Делаем это в этом году. Чтобы компенсировать потери в северном и центральном регионах, необходимо повысить заполняемость на 235 отелей, апартаментов в южном регионе. И вопрос клиенту, есть ли у нас для этого свободные мощности? Можем ли мы заполнять таким образом отели? И сможем ли мы это сделать? Ищет такой цель. Что ж, приклон в следующей части. Это вопрос на креативность. Такой вопрос. У нашего клиента есть еще два конкурента в сегменте роскошных отелей. Какой вывод можно сделать из этой информации? Нам дана такая табличка. Это опрос людей. У нас есть пять вопросов слева. Это фактор выбора отеля. Процент людей, для которых фактор этот важен. То есть важные достаточно графики. И затем респонденты, которые согласны, что данный фактор относится к отелю. У нас здесь два конкурента. Есть клиент, то есть это мы, наш отель. И два конкурента. Необходимо сравнить и сделать из этого какие-то выводы. Предлагаю вам поставить ее на паузу, подумать над тем, какие бы выводы вы могли сделать из этой информации. Что ж, я сделал такие выводы, то что первое, отель конкурента 2 воспринимается посетителями как лучший по местоположению, роскошности и еде. Если вы посмотрите, то что отель конкурентов 2 по всем показателям обгоняет нас и конкурента 1. Второй поинт. Это то, что наш клиент лидирует только в ценовой конкурентоспособности, но этот фактор интересует только половину посетителей. Можем обратить внимание на то, что всего лишь 49%, точнее 51% согласны, что этот фактор имеет значение, а половине вообще не важно. То есть люди, которые используют роскошные отели, для них по сути не важны деньги. Такой важный вывод, естественно. Третье, то что наш клиент сильно отстает от конкурентов на сегменте дополнительных услуг. Но и 87% клиентов не интересуются этим. Вопрос, почему мы не сотрудничаем до сих пор ни с кем. Ни с арендой автомобилей, ни с перелетами, ни с другими какими-то партёрами потенциальными, которые могут нам помочь и давать нам синергетический эффект, если другие наши конкуренты в сегменте, как раз таки, роскошных отелей уже сотрудничают. Вопрос к клиенту. По вопросу четвертого вопроса. Четвертый вопрос на структурирование. Вопрос, на какие факторы стоит обратить внимание при выборе партнёра по аренде автомобилей для посетителей отеля. Я рассмотрел здесь буквально два фактора. Это комфорт для гостей и комфорт для отеля. Комфорт для гостей. Здесь меня интересуют скидки и преимущества, а также использование отеля, то есть как эксплуатация. Что касается скидки и преимущества, то есть вопрос, сколько процентов будет скидка на автомобили, насколько это будет выгоднее, чем у конкурентов, и будут ли ещё другие опции помимо аренды. Это всё, что нужно задать нашему партнёру потенциально. Использование – это вопрос, есть ли возможность доставки автомобиля, например, до аэропорта. И как компания выстраивает свои отношения с гостями из роскошного сегмента. То есть как компания, именно партнёр автомобильный работает со своими клиентами. Комфорт для отеля здесь интересует два факта – расположение и сами автомобили. Расположение – это есть у компании места рядом с нашими отелями, чтобы могли нашим клиентам представить наиболее удобные условия к использованию этих автомобилей. И могут ли они поставить автомобили прямо рядом с нашими отелями. То есть если у них нет такого места, то могут ли они поставить, возможно, наши парковки, либо рядом с нами. Автомобили – это вопрос, насколько у компании широкий выбор автомобилей. Мы знаем, что это роскошный сегмент, наверняка это Jaguar, Lamborghini и так далее Есть у них вообще такие автомобили для аренды И есть ли автомобили более дорогого сегмента, какие-то, может, необычные, Rolls-Royce и так далее Что ж, это те вопросы, которые бы я задал клиенту Переходим к пятому финальному вопросу на креативность Необходимо подумать, подрядчик с слугами аренды автомобилей предлагает три опции сотрудничества с нашим клиентом Какая лучше всего подойдет? Рассмотрим три опции Первая это скидка всем гостям 10% на аренду Вторая опция это 5% скидки гостям плюс 5% вала выручки от аренды отелю И третья опция включается много-много разных подопций То есть бесплатный проезд из аэропортов в отеле Возможность брать в аренду машины прямо в отеле Возможность ставить машину в отеле Бесплатный трансфер до аэропорта всем арендовавшим автомобилем То есть рассмотрите, пожалуйста, эти факторы Подумайте над тем, какой из этих факторов наиболее удобный для нашего клиента Я скажу здесь то, что мне кажется, по мнению, здесь третий фактор, третья опция наиболее удобна И у меня есть это три причины Первая то, что для 80% посетителей важным фактором является расположение отеля рядом с достопримечательностями Мы помним, это из того графика, который мы ранее анализировали Второе это наши клиенты не сильно чувствительны к цене И скидка 10 или 5% не повлияет на их выборы Так так 49% посетителей конкурентоспособности цены не играет роль То есть мы помним, что у нас половине посетителей вообще не важны, по сути, деньги при аренде отеля Если мы уже роскошный отель, то на автомобиле им также не важно, сколько тратить И третья важная причина, то что мы можем расширить пул опций взаимодействия с партнером Например, предложить трансфер до самых ярких туристических мест или ресторанов Например, то есть мы можем как-то синергетический эффект какой-то приобрести В помощью этой возможности или какие-то другие опции добавить Это на самом деле все, ребята, спасибо большое за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите кейсы, каких компаний вы хотели бы разобрать Буду рад любой обратной связи Всем пока и до новых встреч!